Противоречить подчас командам, которые идут по вертикали власти. Ну что, значит, надо подниматься по ступеням власти. Буду это делать, и общественность будет это делать, и ВАОПИК, и общественные организации, которые связали свою деятельность с охраной памяти. Другого пути, к сожалению, нет. Спасибо, Марк Любович, Фомин Канна Александрович. И будьте добры, в том числе, когда я буду расслушивать, потому что тема очень узкая. Во время уже, как я не даст все. Тема сохранения объектов культурного средства, например, объекта деревян, на сообществе, она, безусловно, актуально популярна сейчас в Москве у всех. Тема эта пошла довольно-таки давно. Новый виток, как Александр уже говорил, она получила в этом году. В феврале этого года у нас состоялся круглый стол. В общественной палате в Куськорбласти мы обсуждали эту тему специальным сообществом. Круглиц практически не изменился. Все, кто здесь присутствует, были, кроме в Москве гостинин, в общественной палате Российской Федерации. И на том мероприятии мы пришли к определенному результату. То есть, к этому круглого стола. И определенная работа в этом направлении уже ведется. Но для начала я хотел бы пару цифров высказать. Значит, на территории Куськорбласти у нас расположено 5 316 объектов культурного наследия. Это памятники истории и архитектуры. Из них 998 объектов находятся в городе Югурске. Колоссальное количество объектов, как в области, так и в городе. И, конечно, и на службе, и в общественности большая моральная и профессиональная Югурская режим по сохранению этих объектов. Значит, из них 70% это объекты деревянного зодчества, это что касается города Иркутска. И 80% объектов это деревянное зодчество, что касается Иркутск области. Ну, без общей массы всех объектов, кто наследовал, кто их я называл. Напомню историю развития вот этого года. Да, потому что после того, как прошел круглый стол, в феврале и текущего года, в мае у нас было принято рабочее совещание, как руководство, председателя, представителя и правительства, в области, в облике, в городе Иркан, где мы определились с конкретными направлениями деятельности, были даны получения органам государственной власти по выполнению тех рекомендаций, которые были приняты в рамках руководства. Так вот, обсуждая эту тему, мы, безусловно, принимали во внимание и те факты положительных фактов реставрации объектов культурно-наследов, существующих, регенерации исторической среды. И тогда обратили внимание, что одна из главных составляющих – это сохранение средовой застройки. И вот в рамках этого направления и службе, и общественной палате были даны определенные поручения. Значит, мы для того, чтобы сохранять средовую застройку определились, что будем корректировать предмет охраны, исторического поселения регионального значения города Иркутска, включен вынесение тех объектов, которые будут нам даны после проведения так называемой инвентаризации этих объектов, который находится в центральной части города Иркутска, которая должна была проводить общественная палата вместе с специалистами, общественными деятелями, общественными инспекторами. Вот эта работа еще идет, она не закончена, но какие-то конкретные очертания того, как мы будем принимать новые методы и способы по сохранению средового застройки, они у нас уже определились. Что касается службы по охранению регионального наследия, мы, в первую очередь, надзорный орган, но тем не менее у нас есть полномочия по сохранению регионального наследия. Как это происходит и как это выражается в Натюре? Мы работаем через ведомственную целевую программу по сохранению объектов, которые у нас есть и благостарственная палата. Ресурсное обеспечение этой ведомственной целевой программы за последние годы благодаря и на проводство области, и, наверное, особому вниманию со стороны общественности, она должна многократно увеличилась по сравнению с теми цифрами, которые были в середине, ну, в середине, там, 14, 15 и даже 16 годов. Эту работу мы проводим. Это ведение государственного задания нашему автономному учреждению, это Центр по сохранению автономной цели. Так вот, что касается деревянного зодчества, в 16-м году, я нечего положительный опыт, мы были, работали по сохранению на объекте, который располагается на улице Свердлова-20. Сейчас он находится в музее Распутина. В прошлом году мы закончили объекты по реставрации на Степана Распутина-40, это усадьба Брегунова. Сейчас мы тут заработаем, правда, проектные, у телевизора, включая в себя объекты по сохранению театра и Кадетское училище, которое у нас находится на Свердлова-176. Поэтому в честь сохранения, именно за счетом, мы тоже выступаем предпринимателям инструкентам, но напомню и уточню только в плане тех объектов, которые находятся в областной собственности. Теперь, коллеги, давайте посмотрим на эту ситуацию, которая нужна другим углом. Андрей Александрович, я про нас планирую, напомню, что нам все выступающие уложатся, учатся. Все, хорошо. А самое важное? Я просто пытаюсь, ну, опять-таки, действительно важные темы, я пытаюсь просто что-то вдумчиво и как-то в них разбирать. Что касается сохранения деревянного зодчества, у нас в областной собственности, с всей этой массы, которая только что перечислила, 5 тысяч, сто три шесть объектов, в областной собственности находится сто двадцать семь. Это вот как раз к вопросу о эффективности использования государственного частного партнерства, об эффективности использования арендной ставки за один рубль. Я сейчас не буду никаких критических комментариев, даю этих суждений, но тем не менее у нас процентов 90 объектов, они так уже находятся в частной собственности. И итог этого владения мы видим в облицах права. Что касается историко-крутойной экспертизы, о которой говорит Банк Григорьевич, безусловно, тема очень интересная, болезненная для всех нас. Безусловно, уходит такая ситуация, в которых мы работаем как госорганы, определенных рамками. И это правильно, и нормально, и естественно. У нас есть положение, усужденное Министерством архитектуры, Системы федерации, государственной историкой культуры, в рамках которого мы работаем. Да, она разрабатывалась в 2009-2010-м, по этому положению, по этой инструкции мы работаем в настоящий день. Да, действительно, любой эксперт, неважно, где он проживает, если он из того, Министерства культуры, Системы федерации, у него в его видеорганизации есть работа по проведению той или иной экспертизы, сейчас мы говорим о включении объектов в приезда объектов в тот монастырь, он может эту работу проводить. Есть определенные основания для возвращения от экспертизы на работу. Вот, по большому счету, то решение, которое принимает служба, она основа снарочная галерина, обсуждение этой службы, но принято решение, например, руководитель, я сейчас никаких, наверное, комментариев о поводу Варвара Гаррина 32 лет не смогу, потому что тему все знают, но он принял это решение, но в принципе, в большом счете, прояснить нечего. Я просто хотел бы сказать про дальнейшие пути решения по проблемам, потому что, вот с Маркой Игорьевича говорит о том, что нужно менять это положение и, правильно ли, мы обойдем к использованию института общественного контроля. Усилительно важную тему, например, мы можем повлиять на этот процесс и сделать, чтобы нам тоже было проще, чтобы в обязательном порядке учитывать мнение общественности при принятии решения о включении или не включении объекта в перечень выезда объектов культурного наследия. Это можно сделать. Вы знаете, после нашей группы столов мы писали письмо к Министерству культуры Российской Федерации и говорили, скажите нам, пожалуйста, как регулируется и как нам принимать в расчет мнение общественности, которое идет в результате публичного рассуждения на сайте службы. Нам пришел формальный ответ, формальный ответ, не было в этой отписке, не написано, что в коллажении это не предусмотрено. Там просто написано, что принимается, учитывается тренинг. Каким образом учитывается, не написано, не указано. Поэтому здесь два предложения с нашей стороны. Либо идти путем, который Маргарь Григорьевич обозначил, тоже вполне рациональное, разумное решение, на взгляд. Либо сделать таким образом, чтобы проведение историко-культурной экспертизы проходило в рамках государственного контроля. Возможно, это был какой-то некий отдел в рамках Министерства культуры. Или это новое учреждение, где собрались бы эксперты и вместе с общественностью принимали такое решение, чтобы дистанцироваться от местных групп влияния, чтобы это не наша сфера ответственности была. Возможно, таким путем можно найти. Потому что, знаете, какая ситуация получается? У нас в городе, в городе, в Иргульске, в Иргульске области, 4554 выигранных объекта в сегодняшний день. Опять-таки, после нашего круглого стола мы инициировали письмо на имя губернатора и просили его визы на то, чтобы выделить дополнительное финансирование при формировании бюджета Иргульск области на 2019-й плановый период 2020-2021 годов, финансовые средства на проведение государственной структурной экспертизы в отношении выигранных объектов, которые расположены на городе Иргульске. Там порядка 500. Не помню, выигранного 500, примерно 500. Положительное заключение мы только получили от губернатора. То есть эту работу мы будем проводить. Но, понимаете, остается еще 4000 объектов выигранных, только в Иргульск области, в отношении которых тоже нужно будет проводить такую экспертизу. И, безусловно, мы понимаем, что на сегодняшний день это положение поведения государственной структурной экспертизы, оно не отвечает менее времени. И да, с этим нужно что-то делать. И люди с этим тоже согласны, что нужно менять правила игры, чтобы и общественность видела, что все прозрачно и все хорошо происходит и никто на кого не влияет. И нам было бы проще работать по понятным и детальным правилам. Есть еще проблемы, которые я тоже хотел бы затронуть, и, может быть, не могу ее интересны. Это касается... Это касается субвенции на выполнение федеральных полномочий. Видите, методика определения субвенции, она тоже разрабатывалась в 2008-2009 год. И она предполагает следующее, что размеры субвенции исходят из количества штатных сотрудников госорганов, которые, в свою очередь, это штатное количество определяется из количества объектов федерального значения, которые расположены на территории того или иного субъекта. При этом эта субъекция выделяется только лишь на проведение работ, которые можно характеризовать на госнодзор. И никаким образом на работу по сохранению эти деньги нам не выделяются. И по хорошему счету складывается такая ситуация, что те объекты федерального значения, которые у нас сегодня существуют, вот в отношении прошу прощения, в отношении них мы проводим работу по госнодзору, в плане КБЖД, в плане ситуации у нас в КБЖД жернодал какой-то объект, который тоже в том включении в организм. Но мы не можем выделять. Я очень попрошу по существу КБЖД сегодня не обсуждают. Просто нам легшую тему вести. Выступающие у нас регламент очень жесткий, нас правда попросят просто исключение. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Таша Клина Витальна, начальник Иркутского территориального отделения Украинского Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу. Тоже, Елена Витальна, очень, очень, я не могу не затронуть этот вопрос историко-культурной экспертизы, поскольку он станет действительно остро. И здесь буквально несколько слов по этому вопросу. до того момента, когда у нас вступила в действие норма о необходимости проведения историко-культурной экспертизы, во всех субъектах Российской Федерации и органах охраны объектов культурного наследия существовали так называемые реставрационные советы, которые состояли из профессионалов в сфере историко-культурного наследия, и это коллегиальный орган, который обсуждал все вопросы, связанные с объектами культурного наследия, в том числе с их реставрацией, другими работами по сохранению, и вырабатывал какие-то коллективные решения. Потом вступила в действие историко-культурная экспертиза, при некоторых органах реставрационные советы были расформированы, в частности в городе Иркутске он приказал долго жить. В других субъектах такие реставрационные советы все-таки остаются, и несмотря на наличие историко-культурной экспертизы, какие-то болевые точки, эти реставрационные советы обсуждают, что позволяет органу охраны объектов культурного наследия принимать впоследствии взвешенные решения. Второй момент, который касается историко-культурной экспертизы, если мы анализируем с вами нормативно-правовую базу, то мы видим следующее, несмотря на то, что в 73-м федеральном законе написано, что эта экспертиза должна носить независимый характер, у нас заказчиком этой экспертизы является лицо заинтересованное, то есть этот заказчик, он напрямую выходит на исполнителя эксперта, заключает с ним договор, и естественно в процессе заключения он диктует, какой должен быть акт. Носит ли такое заключение экспертизы независимый характер? вопрос, правда? Что касается выявленных объектов культурного наследия, это моя личная позиция, но все-таки как человек 30 лет занимающийся охраной памятников, я полагаю, что я имею право на свою личную позицию. Мне представляется, что заказчиком экспертизы по выявленным объектам имеет право быть только орган охраны объектов культурного наследия, и никакие иные собственники, землевладельцы, заинтересованные лица, лица здесь выступать заказчиками этой экспертизы не могут. И это во многом могло бы позволить решить вот этот вопрос. Но, к сожалению, я как реалист понимаю, что панацеей это не станет. Почему? Потому что и реставрационный совет можно сформировать из людей, которые будут ангажированы, и заказчикам, когда выступает у нас орган, он тоже, как говорится, задание на эту экспертизу может дать соответствующий, кстати, опыт службы он тоже нам это подтверждает. Мы на заседании общественной палаты приводили цифры о том, что даже в тех случаях, когда служба выступает заказчиком экспертизы по выявленным объектам, у нас чаще всего следует отрицательное заключение экспертизы, как это ни приспорно. Но я хотела бы посвятить свое поступление немножко более другой теме, которая касается уже непосредственно вопросов сохранения объектов деревянного сочинства. Дело в том, что мы, как федеральный контрольный надзорный орган, занимаемся еще контролем и надзором за деятельностью лицензиатов в области сохранения объектов культурного наследия. Если мы с вами действительно посмотрим на эту проблему краеугольным картом сохранения этих объектов, является их реставрацией или хотя бы поддерживающие текущие ремонты. В соответствии с требованиями законодательства работами по сохранению у нас имеют право заниматься лицензированные организации, лицензируют их Министерство культуры Российской Федерации. И если проводятся работы по реставрации и консервации объекта, то дополнительно к этому требованию еще должны быть аттестованные специалисты. То есть каждый человек, который прикасается к объекту культурного наследия, он должен получить аттестацию опять же в Министерстве культуры Российской Федерации. И вот буквально в последнее время мы столкнулись с такой проблемой. У нас в городе Иркутске нет ни одного аттестованного специалиста на работу с объектами деревянного зодчества. Вот такая вот история. Дальше. Идем дальше. Анализируем далее деятельность. Смотрим, а кто у нас имеет лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия. 99,9% этих организаций это коммерческие организации. Открываем гражданский кодекс. Основная цель коммерческой организации извлечения прибыли. А вот теперь представьте, естественно, что в условиях действия контрактной системы закупок товаров, услуг и прочего, прочего, у нас нет гарантии того, что организация, занимающаяся деятельностью по сохранению объектов культурного наследия, будет иметь стабильные заказы на протяжении многих и многих лет. То есть будет работать стабильно. Получили они заказ, выполнили, а дальше у них как бы наступает в этой области простор. Специалисты по реставрации это штучные товары, их очень мало, и они дорого стоят. Если нет такой работы, что следует, руководитель увольняет этих людей, они ушли на улицу, а у нас по требованиям законодательства они должны не только обладать специальностью соответствующей, они регулярно должны проходить переквалификацию, и значит вот еще быть артестованными специалистами. Их выкинули на улицу, они ушли и в реставрацию они больше уже зачастую не возвращаются. У нас вымываются профессиональные кадры, которые умеют работать с деревом. Понимаете какая штука? А научить этому вот по методичкам, теоретически научить невозможно. Вот какое есть у меня предложение. Опять же, возвращаясь к прежнему опыту, ведь все новое, это хорошо забытое старое, мы вспоминаем с вами, что в свое время в Иркутске была своя школа реставрации, в том числе объектов деревянного зодчества. Собрана она была под крышей специальных научно-реставрационных мастерских ЦНРПМ и представляется необходимым организовать нечто подобное в настоящее время, но это должно быть учреждение, которое имеет статус либо государственного, либо муниципального и в рамках госзадания, чтобы не было никакой этой системы опять закупок хотя бы для государственных и муниципальных нужд, в рамках госзаданий, чтобы эта организация получала соответствующие заказы на производство реставрационных и ремонтных работ хотя бы на объектах государственной и муниципальной собственности. Естественно, помимо этого они могут выходить на рынок и выполнять какие-то работы уже для частных лет. Но самое главное, для чего нужно, чтобы это была государственная или муниципальная крыжа, чтобы там в рамках этой организации можно было организовать практическое обучение специалистов для работы с деревом, чтобы не терялись эти навыки. Мы теряем с вами стойлеров и плотников и их неоткуда потом взять. У нас исчезло вот это вот среднее звено. И еще последнее мое предложение, я думаю, что оно станет неожиданным для Владимира Викторовича, но я предлагаю, чтобы вот конкретно в Иркутской области такая организация,